Книга «Открытый Моком», том 3, тема молитвы, вопрос 1068. В житии священномученика Мокия говорится, что он молился против мучителя, в отличие от других примеров мучеников, которые, как правило, молились о мучителях. Вот часть его молитвы. «Молю тебя, Спаситель мой, разруши, уничтожь огонь разожженной печи, и пожди огнем вот этого анфипата. Покажи на нем гнев твой, уничтожь его с лица земли, дабы все видели, что ты единственный истинный Бог, священномученик Мокия 11 мая». «Разве допустимо молиться об уничтожении человека?» – отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Если мы будем поминать, понимать, буквально уничтожить и наше понимание правильно, что это в смысл вкладывал Мокий в свои слова, и Бог исполнил его молитву, то претензия уже не к Мокию, а к Богу. Про Мокию мало кто знает, что он так молился. Хотя такую молитву молился не только он один. Но вот апостол Петр расправляется с лжецами, и этот случай очень хорошо известен всем читающим «Деяния апостолов». Безбожники постоянно делают упор на то, что Петр убил супругов. Деяние 5.1 «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирую, продав имению, утаил из сыны, сведомо, и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Дух Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал без дыхания, невеликий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынес, а похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная случившимся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы испустить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынес, а похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Но разве Петр их убил, а не Бог? Молитва Петра ничем не отличается от молитвы Моки, а получается, что можно так молиться. Так молилась церковь во главе с Василием Великим о смерти Юлиана. И молитва была услышана, был голос «Пало мерзкое животное!» Даже праведные души на небе молятся о наказании гонителей. Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят, «Да, Коле, Владыка, святый и истинный, не судишь и не встишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежда белая, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. Многие святые молитвы своей погубили очень многих безбожников, но исполнитель их молитвы все-таки всемогущий Бог. Зачем бы он исполнял их молитву, если она ему не угодна? Грешников Бог не слушает. Однако в заповедях говорится, чтобы мы молились об их обращении. И об этом говорит Иоанн Златоуст, чтобы прежде всякой молитвы молиться о врагах. Молитва о друзьях. Когда молился Иов о друзьях, тогда Господь воздал ему старицей. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться. Когда последний раз молилась я о тех, кто бок о бок со мной ходили, но чей язык и слишком взоркий глаз во мне одно плохое находили. Мне легче помолиться за врага невидимого, невидимого, призрачно чужого, а о друзьях, что здесь в моих кругах молитвы часто не находишь слова. Но Иова терзали не враги, его друзья по дружбе допекали. За все слова, за все его шаги они его безглобно упрекали. И горько было Иову от них, от этих наставлений и советов. Он возмущался, а потом утих, не защищаясь больше от наветок. И по совету Бога о друзьях, смиренный от сердца помолился, словами описать того нельзя, как быстро он своей беды лишился. Замолкли сердобольные друзья, душа страдальца ввысь, рвалась как птица. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться. Вера Куршник, Богу нашему слава, всегда, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.